Будем без любви Ирина Петровна, ну вот Ваше имя в Воронежской области В первую очередь связано с Олимпиадой 80-го года. Чем она для вас стала? Ой, вы знаете Олимпийские игры Это не только для меня А для многих спортсменов И жителей вообще всего мира Это такое яркое и важное событие Ну конечно же для меня Оно одно из самых главных Потому что любой спортсмен мечтает Участвовать в Олимпийских играх Потому что Когда ты Олимпийский чемпион, то нет приставки X То есть это навсегда Это на всю жизнь А тем более, когда Олимпийские игры Проходят у нас в Москве В нашей стране То это вдвойне почетно И очень-очень важно для меня Сколько вам было в 80-м году? 21 год 21 год То есть такая вот молодая девушка Уже Можете вспомнить эмоции? Когда вот узнали первый раз, что да Вы попали в сборную Вы едете на Олимпиаду Вы знаете, тогда же был Советский Союз Была очень сильная конкуренция То есть сколько республик, сколько команд было Ну мне повезло И с тренером, который был Николай Васильевич Карполь Он и есть Просто у нас тогда команда Уралочки Заняла первое место Стала чемпионом Советского Союза И тогда было такое положение, правило Что именно на этой базе команды Формируется сборная команда Советского Союза И вот на базе Уралочки, в которой я играла Я и была привлечена в состав сборной А вы помните свой номер, под которым я играл? Да, номер семь Номер семь Счастливый номер Семерочка Да, потом была восьмым номером уже Называли бочоночек такой Вот Номер семь Очень счастливый номер Да, и у меня до сих пор сохранилась и форма После Олимпийских игр И герб Советского Союза Вообще время было хорошее И чем оно еще знаменательное Во-первых, мы были молодые А это всегда прекрасно Это эмоции хорошие Это общение Это дружба Я горжусь тем временем Что я жила в нем Мне всегда было интересно Вот эти номера Это для спортсменов что-то особое Какое-то особое значение имеют? Ну, вы знаете В принципе, имели Но для меня не было настолько важно Какой номер Я была и играла и под десятым номером Седьмой номер Это как-то выдавался Был присвоен мне по росту У нас единственный первый номер был капитан Она пониже меня ростом А так, то есть я была седьмая По росту вот в команде Рост у меня был метр семьдесят девять Ну, сейчас, может, чуть-чуть поменьше Так вот у меня Я сразу такая была Я выросла сразу Такой большой Поэтому Для меня номер Ну, конечно, сейчас я вот Очень часто какие-то там цифры Или там какие-то такие знаменательные даты Я так, о, седьмой Вот у меня внук там 27-го родился В октябре Вот семерка Там где-то Ну, то есть я эту цифру как-то я люблю А в восьмидесятом году, да Весь мир следил за Олимпиадой Какие тогда были команды фаворитами? Вот до того, как вы там попали в финал с ГДР, да Вам, возможно, тренер говорил Там, смотрите вот на них На них Кто тогда лидировал вообще в мире? Вы знаете, в то время было очень тяжелое время Потому что, конечно, японцы Японская команда Они в 1976 году выиграли Олимпийские игры в Монреале Но вот в связи с политическими событиями То были бойкотированы Олимпийские игры И Япония не приехала Америка не приехала Америка была слабее А вот японцы Сильная была команда, да Даже Китай был послабее Вот, команда Кубы Бразилии, Перу Вот эти команды все были на Олимпиаде Они все высокорослые Очень прыгучие Очень такие мощные, мобильные И физические, технические Вот Ну, команды Болгарии Германии, Польши В общем, команды у нас Наш вот Соцлагерь, как говорится Были все команды очень сильные И поэтому Тут вдвойне еще нагрузка Ты играешь у себя дома То есть ты должны пройти предварительные игры Вот Это очень важно Чтобы попасть в полуфинал Потом в финал Вообще волейбол такой вид спорта Он начинается в начале Олимпиады И заканчивается в конце И вообще так игровые виды Поэтому Вот многие виды Уже раз Конечно, тоже у них своя там сложность А у нас начало Олимпиады И до конца мы все Участвуем Постоянно настрой Постоянно Нужно Надо И поэтому, конечно Тяжело Чисто психологически Морально Тем более, когда ты Дома играешь То, что дома Дополнительная ответственность Да, да, да То, что вся страна смотрит Конечно Конечно Поэтому Ну, хорошо, что мы не подвели нашу страну Что мы выиграли Потому что действительно Не знаю, как бы сложились Если бы участвовали другие Но я думаю, нет Мы были хорошо готовы И я думаю Достойно все это Представили Наш волейбол Именно на Московской Олимпиаде Ну, в финале Вы играли с ГДР Да, с ГДР Мы выиграли 3-1 Но игра была очень тяжелая Потому что Во-первых, мы провели Собрание мощное У нас Николай Васильевич Карполь Он такой Может Он психологически воздействует На игроков Помимо того, что мы разобрали Всю команду Получили свою установку Знали, кто против кого будет играть И куда лучше нападать Кто знает волейбол Но мы еще морально Потому что Это война Это связано Действительно С теми Некоторыми Патриотическими моментами Я в то время была Камсоргом И Когда перед Олимпиадой У нас был последний сбор В Алуште Это Крым И мы Давали клятву На Сапунгаре И я была Со знаменем сборной Рядом стояла команда Что Действительно бороться Также На Олимпийских играх И стараться победить Не то что стараться Обязательно победить Как Это сделали защитники Именно Сапунгары Нашей страны Я сейчас говорю У меня даже мурашки Вот Такой действительно Был хороший Такая мотивация Такой посыл Это очень помогало И в то же время Это очень обязывало И просто Мы не имели права Там мы не думали Какие там премии будут Или поощрения Мы знали Что мы должны победить Ставки были гораздо выше Что будет играть гимн И мы будем все Гордиться тем Что мы сделали Что мы не подвели Нашу страну Наших родных Ну Я вот читал Что вам пришлось Играть в финале С травмой колена Да Я уже полгода До Олимпиады У меня была Травма колена Это разрыв связок Я постоянно играла В стяжке Такой Тейп был Тогда мало было Таких Приспособлений Чтобы Потому что Некогда было Олимпиаду Делать операцию Так как я играла В основном составе Вот И Уже С командой ГДР Я играла Не всю игру В концовке Уже у меня колено Просто я уже прыгала Когда И приземлялась Я почти Приседала на колено Ну Тем не менее Начало было хорошее Ну Как бы Повели в счете И все это Но После Олимпиады В августе Мне сделали операцию Заменили связки Травмы Есть травмы Поэтому Здесь Никто не застрахован Особенно большой спорт Нагрузки были Очень сильные Олимпийский год Был очень тяжелым У каждого спортсмена Он тяжелый Вот если так Грубо ему подсчитывали Ну Где-то С 12 месяцев Наверное Месяца два Мы были дома А в остальное Уже Сборы 20 дней Три дня Перерыв Там 4 Опять сборы То есть Подготовка была Сильная Мощная Помните Эмоции Вот у вас Да Финальный свисток Три-один Что вы тогда почувствовали Ой Меня тоже сейчас туда В то состояние вводите Вы знаете Почувствовала Что Ух Хорошо Что все закончилось И что мы победили А потом уже Там еще не понимаешь Оно какое-то Сознание Проходит Приходит Чуть попозже Вот Ты понимаешь Что все закончилось Но ты еще Никак не Ты настолько долго Шел к этому И был вот в этом Именно состоянии Что Когда Когда Уже все Закончилось То ты думаешь Завершив Спортивную карьеру Ирина Макогонова Не смогла Расстаться с волейболом А начала Постигать Профессию Тренера Училась она В Воронежском Государственном Институте Физической Культуры Ирина Петровна Вот мы В одном из классов Института Физической Культуры Какие воспоминания С ним связаны Вообще Получается Вы поступили После Олимпиады Уже сюда Да Я переехала После того Как я закончила Потому что травмы А сама я родилась Здесь Я вернулась На родину Вот И стала Работать тренером Но У меня было Образование Свердловский Институт Народного Хозяйства А чтобы Работать тренером Ну мне вообще Хотелось Именно Работать тренером И для этого Нужно действительно Образование Института Физкультуры Я поступила На заочный Сразу поступила На второй курс Потому что у меня Уже было высшее Образование Тогда ректор Был как раз Сыков Борис Константинович Вот Это было Самое прекрасное время Я была молодая Я ощутила Какую-то Такую земную жизнь Потому что В спорте Ты постоянно На сборах И тебе некогда Особо Я тоже там Училась В институте Но училась Также заочно И видела Очень редко Свою группу И порой Самой приходилось Давать экзамены Вот А здесь мы Как-то У нас была Очень дружная группа Вот Хороший Такой Преподавательский состав Многие еще работают Мне повезло Вот Много конечно Я узнала Нового Вообще Для себя Потому что Одно дело Ты когда Практик А теоретически Ты мало знаешь Вообще Как спортсмен Вообще должен Готовиться И что при этом Он чувствует Хотя у нас тоже Будут и научные группы И бригады Но это совершенно Другой мой этап И мне нравилось Учиться Действительно Было интересно Вот И я потом Когда работала Тренером Я 20 лет Проработала Тренером Мне это очень Помогло И я потом Долго Мои воспитанники Здесь учились Очень много Поколений Выучилось Действительно Девчонок И ребята Учились Вот Все работают Преподавателями Тренерами Здесь Действительно Отношение Такое Знаете Как приходишь Как домой То есть Ты не приходишь Как будто Идешь в школу Подпал Из-под палки Да Там Идешь С удовольствием Общаешься Потому что Дух Спортсмена Они вообще Очень Общительные Эмоциональные Очень дисциплинированные И В общем Как семья Поэтому Для меня Этот вуз Действительно Вот этот корпус Которым я училась Он для меня Очень Тоже Не меньше Дорог Чем Все остальные Мои Результаты Ну А до этого Если немного Отмотать Назад Вам приходилось Из Лосева В Воронеж Ездить На тренировки Да Я еще хочу Дополнить Что у меня Еще дочь Закончила Этот институт Физкультуры С красным Дипломом Так что Это семейная Традиция Да Как бы семейная Вот я хотела Кразит Да Из Лосева Я родилась В 140 километрах От Воронежа Кто знает Да Область Все знают И Так Ну Тогда не было Таких вот Специальных Спортивных Интернатов Я попала В сборную Команду Одновременно Попала И в женскую Команду Динамо И в команду По своему возрасту А все знают Что такое Командный вид Спорта Ну я одна Я же Даже шахматы И то нужен Партнер Да А команда Это нужно Обязательно Приезжать На тренировки Чувствовать Сыгрываться Со своими Партнерами Со своими Игроками По команде И вот Да Мне приходилось Субботу После уроков Выходить на трассу На автобус Приезжать сюда Первая тренировка У меня была В железнодорожном технике Со взрослой Командой Динамо Потом я ночевала Или в гостинице Или у тренера Анохин Тогда был Виктор Михайлович А потом В воскресенье У меня две тренировки Одна по своему возрасту Девочек А другая По старшему возрасту Потому что я Ну не буду говорить Сколько мне лет Ну одновременно Попала еще Так же старшую Группу Детей И после уроков После уроков После тренировок Шла на автовокзал Не было тогда Никаких такси Никаких там машин Родителей машин Не было Шла на автовокзал Покупала себе Пирожная трубочка Себя поощряла Так и ехала Обратно в Глосево В понедельник Шла в школу И была очень довольна Так почти год было То есть каждый выходной Каждый выходной И когда я работала тренером Мне мои воспитанники Говорили Там одна девочка Жила на левом берегу В отрожке Другая в Масловке Ирина Петровна Вы знаете как я далеко живу Я говорю Да вы что дальше чем Лосева Ну это такая была шутка Ну не шутка Вот в этом есть Доля правды Да были моменты Такие зимой едешь Автобус сломался Пурга Холодно И мерзнуть приходилось И пешком идти 9 километров от Шестаков Когда автобус сломался Все было Ну я все это Как-то пережила Перенесла Сейчас думаю Вот Если бы сейчас Мне сказали Не знаю Удивилась бы я Наверное бы Или бы страшно было А тогда не было Никакого страха Немножко время было другое И пробок наверное не было Пробок не было И такая была одержимость Вот почему-то Вот именно преодоление Вот такое постоянное Вот преодоление Потому что у меня Родители У нас в семье Трое детей было Но к сожалению Брата уже нет Брат кстати тоже Закончил эту физкультуру И здесь работал Потому что очень многие Это колодяжный Да Владимир Петрович Все знают Многие знают Преподаватели Если кто-то остался От того времени Вот Поэтому у нас целая Такая история Да целая династия Любовь к волейболу Ирина Макогонова Пронесла сквозь года Даже сегодня Может легко показать Как правильно подавать мяч При виде которого Глаза сразу загораются Спортивным азартом Кисть должна быть натянута Вот так вот Знаете Ровненько Высоко поднимаешь руку Да Локоть Локоть не здесь где-то Потому что сетка высокая Вот понимаете Да И надо бить по центру Вот кисти Кисть должна быть натянута Не вот такая Не такая Не кулак Понимаете Да То есть Вот такой вот Такой вот удар И ударяйте вверх Подбрасывайте Да Попробуй Вы мне скажете Получилось Да Подбрасывай И вверх туда старайся Вспомнил В школьные годы И вверх Ну замечательно Почти даже в кольцо попало Почти да Я говорю Вот туда на кольцо Наталья Гончарова Завоевала серебряную медаль На олимпиаде Уже после того Как страна Под названием СССР Перестала существовать Побывав в Афинах И в Пекине Для учебы она Как и Ирина Макогонова Выбрала воронежский инфиз Наталья Ну вот Вы участвовали В двух олимпиадах Да Первая была в Афинах 2005 год 2004 Сколько вам тогда лет было 16 лет 16 лет А можете вот вспомнить Эмоции Ощущения девочки Можно сказать Девочки 16 лет Которые попадают На главное Спортивное состязание Планеты В основном Все чувствуют После этого возраста Все Потому что Я была ребенком И ничего не понимала Приехала Как на любые другие Соревнования Отпрыгала И все А уже после Спустя несколько лет Я уже осознала Что это такое было Ну при этом Результат-то был Очень классный А мне кажется Результат-то был По этому Потому что Ну были обычные Соревнования И все Не было напряжения Была какая Как игра Наверное Не знаю В то время Ну то есть Вы это воспринимали Как такое Просто рядовое Состязание Да На тот момент Да После Уже я Более-менее Поняла Хотя Всегда казалось Это чудом Что Я всегда Привела Говорю Ой Тренер Какое чудо Как такое могло быть Он на меня Посмотрел Говорит С ума сошла Ты столько Отдала этому Ну кстати А как готовились Если в 16 Вы уже выступали Подготовка шла Еще наверное Месяцы Годы Ну я просто Готовилась В принципе Быть хорошим Спортсменом И речь вообще Не шла пока О Олимпиаде Я Можно сказать Всю жизнь Положила на это Я забыла О дня рождениях О каких-то праздниках Не знаю Гулянках Я все Отдала просто С какого возраста Вы занимались С 7 лет С 7 лет Какие-то особые Тренировки были Вот прям Перед соревнованиями Или все это Шло в штатном режиме Нет Все шло в штатном режиме Занимайся любимым делом И ты ни дня Не будешь работать Своей жизнью Это было то же самое Мне было тяжело Там Плакала Не знаю Смеялась Было все Но Я получала удовольствие От этого Мне было очень хорошо Приятно И Я думаю Только поэтому Получился результат А как Учебе в школе Это не мешало Как одноклассники Воспринимали Как раз последние классы Наверное были Да Да Ну Мешало Конечно Если школа мешает Тренировка Брось школу Нет Конечно Мне помогали учителя Сначала я училась В 54 школе До 9 класса До 14 Наверное лет Потом Перешла в спортивный класс В 15 школу Спасибо директору И всем учителям Что мне шли навстречу Я приходила Сдавала отдельно От всех экзамены Просто там Что-то выучила Сдала То есть Меня практически Не было в школе А друзья Как говорили Вот так вот То есть планку Всегда ставили выше Конечно Планка была Очень высокая А получается Через сколько На следующую олимпиаду Вы тоже поехали Да В каком году В 8-м году уже Вступили в ГИФК Да Уже после выступления Олимпиады А какие Воспоминания С ним связаны То есть Это уже Где вы учились На каком факультете Гимнастика Да И Не знаю Мне всегда помогали Были некоторые преподаватели Кто Вот Ты биохимию Должна знать Я говорю Обязательно Что нужно Что Мне давали задания Я все учила И сдавала Не было Таких прям Поблажек Хотя тоже Периодически Пропускала я Прилично Были такие моменты Но я и ходила Вы продолжали В это время Да Выступать Да Обязательно Чтобы Понять свою профессию В дальнейшем Мне хотелось Чем для вас Вообще стала Олимпиада В жизни Как Как она повлияла Ой Ничего такого Прям Грандиозного Просто Я поняла Что если я Задамся целью Я ее Исполню Только Да Надо Сильно хотеть Все делать Для этого И все получится А чем вы Сейчас занимаетесь Я Вернулась В свою школу Но я не тренер В школу Дмитрия Саутина Я методист Помогала бумажно Все это оформлять Все поездки Все соревнования Все разряды Деткам Ну Помогаю Вообще Родной школе Как думаете Как-то изменился Спорт Вот С тех лет Прошло уже 15 до 16 лет Что-то сейчас По-другому Да Мне кажется Сейчас больше шоу Все Мне кажется Сейчас людям Интересно Не вот там Кто самый лучший А кто красивее Кто ярче Мне кажется Все больше в шоу Перерастает Если говорить О вашем виде спорта Что в нем было главное Как можно плохо Исполнить Как хорошо На что Обращение Насчет плохо Можно и Как у нас говорится Это разбиться Там очень сильно удариться Что будешь Весь в синяках Некоторые ломали Там конечности Разно было А хорошо Просто Человек со стороны Посмотрит Скажет Как красиво Хотя ничего Они в этом не понимают То есть Так можно даже оценивать Да То есть Человек любой Который не понимает Что было сделано Как Просто посмотрит Скажет Я не понимаю Что это Но это очень красиво Грациозно А следите за тем Как сейчас Именно прыжки в воду Вот у нас В России И как можете оценить уровень Ну у нас Молодцы сейчас Ребята Практически все Лицензии у нас Получены были На эту Олимпиаду Не знаю Мне кажется У нас все Получится Может получиться Неплохие результаты А вообще В мире Кто сейчас считается Сильнейшими Такими спортсменами Ну пока что Китай наверное Китай да Мне кажется Их сложно Очень переплюнуть Так чем же Отличается Советская подготовка Чемпионов От российской И есть ли у сегодняшнего Воронежского спорта Светлое будущее А если говорить об Отличиях советского И российского спорта Можете назвать Какие-то ключевые Чем они отличаются Школы Системы Ну мы отличаемся Сейчас Диаметрально Противоположным Подходом Ну первое Потому что Никто не может Сформулировать Сейчас все говорят Было в Советском Союзе Замечательно Только как Никто не может Сказать Первое Самим подходом Вот уловите Не вот Который забрасывался В виде Спортивных школ И возможностей Вообще В регионах Вот Чем вы хотите Заниматься Тем вы и будете Заниматься Любым видом Спорта Вот был Подход Советский То есть Во всех территориях Страны 83 субъекта Федерации Или там 65 субъектов Федерации Или 105 Субъектов Федерации В каждом Субъекте Федерации По замыслу Ты мог бы Заняться Тем видом Спорта По которому Воспитывая Определенным образом Ты стал Олимпийским Чемпионом Это Неподъемная Невероятно Дорогая Модель Но она Давала Свои результаты Такого рода Зачерпывания Неводом Всех селявочек Китов Звездочек Все остальное Давали Результаты Это первое Отличие И главное А второе Отличие От которого Мы тоже Почему-то В ужасе Бросились Назад Это то Что В советское Время Как Спорт Профессия Не существовала Он был любителем Но по факту Все Кто занимался Спортом Самых высоких Застережных Сборными командами Это были Отрешенные От мира Люди Они занимались И жили на сборах Закрытыми И это был Самый рациональный Способ И подход К выращиванию Олимпийских чемпионов В обмен На их Личные Бытовые Какие-то Благости Мы отшатнулись Ровно в обратную Сторону Как на западе А на западе Посмотрев Как мы великолепно Работали И копируют Наш результат Уже давно И никого Ничего не спрашивают Что он советский Они именно так Подходят Подготовке Спортивного резерва Именно высококлассного Спортивного резерва В большинстве А что в первую очередь Сейчас надо менять Какие зоны роста Вы видите Ну а Первым делом Скажем Что вот этого Невода Который мне сказал Им невозможно Зачерпывать Даже вот если мы будем Благостно Политически Вот так говорить Мы будем всем Давать возможность Мы там Просто нет столько денег Их просто нет Даже если мы будем Акцент делать На это Даже если мы будем Предоставлять И даже делая Такую Па Такую политическую Сторону Мы все равно Должны понять А столько и не нужно Столько и не нужно И вот это главное Реформирование Регионов По тем Кто Где остались школы Именно Тренерские Где остались традиции Реформирование По базам видов спорта Я видел бы Стратегические Такой задачи Это главная часть А вторая часть Все-таки Подготовка Спортивного резерва Это же не название Слово Был любитель Стал профессионал Это К профессионалу Нужно Финансы Признание государства Признание общества Не только вот в этом Олимпийском Медали И вручении В Кремле А это Вдруг человек Оступился Социальные гарантии Для тех Кто идет И не дойдет Социальные гарантии Кто стал чемпионом мира Не олимпийским чемпионом Или серебряным призером Что чаще бывает Просто обиднее Там Десять тысяч раз Но не имеет Понятия Что он будет делать Как вот Артист балета В 35 Понимает Что у него будет пенсия То И в 40 И в 50 Спортсмен Олимпийский чемпион Олимпийский чемпион Да Есть там Стипендии А вот простые Ну условно Простые То есть Выступающие на Олимпиаде Но не олимпийские чемпионы Не имеют Порой возможности Понимать И уверенно Смотреть в будущее Из-за этого И мотивация Это Немножко так Снижается Лучше уйти в профессионалы Лучше уйти куда-то И работать на себя На мой взгляд Это Нужно поменять Именно государство Вот два направления Универсиада бы пригодилась А зачем Воронежу она вообще нужна Сегодня Ну давайте сначала так Всемирная универсиада Нужна просто для того Чтобы вот Ворота Воронежа Открыть Вот слово Воронеж на английском языке Надо один раз написать На каком-то спортивном Таком мероприятии Будет смеяться Но это Главный вопрос Как открыть Ворота города Как эту крепость Открыть Вот для мира Воронеж Это все равно Что в названиях Да Там что Семилуки Что Не знаю Любой другой Российский город Не выговаривая ему Е Что-то А когда туда приехали Оказывается там Люди живут те же И медведи не ходят И Прекрасный климат И прекрасные люди И прекрасные волонтеры И вообще сюда Охота и денег-то вложить Или точно вернуться И потратить деньги Посмотрев вот там На часы ИВЖД Там Или на Петровский Турист возвращается Куда Туда где он где-то был Ой, какие были классные здесь времена Мы студенчеством Здесь провели Великолепный праздник Мы знаем Куда идти направо Налево И здесь вот был когда-то Там не знаю что Штаб Этих Российских То есть открытие города Это фигурально Открыли вокзал Оказывается вокзал На фоне вокзала Тысяча спортсменов Из Бельгии Штатов Или там Италии Сфотографировались Смешно Но это в 20 Там В 25 лет Представляете Да себе Это Завязались связи Я не говорю браки Связи Просто позвонить Я могу И доехать туда И для молодежи Порой Мы называем Конечно Игры Игры Безусловно С тем подтекстом Что это как Олимпийские игры И он масштаб Правда Спортивный Но для людей Всего мира Молодых Приезжающих Это огромный фестиваль Это Убрать Языковые барьеры Например На испанско Японском языке Поговорить После Этого Хорошо провести Время Хотя в деревне Это нельзя Но в Казани Я свидетелем За рамками Казани Волонтеры Водили И зрителей И спортсменов Закончивших И ждущих Своего отъезда По Казани Показывая Что это за город И после этого Условно В Казани Уже там Не знаю Два десятка мероприятий Мирового уровня Как этап Кубка мира Чемпионат Европы Мира Финал и полуфинал Проходят там Потому что И федерации Признали Что там Клево Есть что И туристам И спортсменам И деревня И все Инфраструктура Современной Подобного рода Задача Для нас Воронежцев Даже Жителей Районов Области Вот Главе района Области Вкладывание В Воронеж Все равно Внутренне Вот с этой Такой С этим открытием Эти преобразования Были бы органичны То есть он понимал бы Почему не в его район А в Воронеж Потому что мы хотели Были Готовились бы К такому празднику Из-за этого Сам регион Стал бы мощнее Ответ на всю жизнь Вот сколько ты представляешь себе Столько назад Это возвращение Может назад Принесить деньги Мне бы так казалось А что надо Мэру Чтобы рынок Людей Захотящих Сюда приезжать Или жить Был Все больше И больше И больше Главный вопрос А пространство Все лучше Для проведения Поэтому Это конечно Большая Длинная Такая Долгая задача Приближающаяся Огромными скоростями К сожалению Мы уже Полтора года Я хожу по инстанциям Предлагаю Все-таки Начать эту работу Да Но начало В том числе Организационное Вот в этом году Положено Предложение От российского Студенческого Спортивного Союза Проведение Пока Всероссийских Игр Как опыта Но не в 22 Как могли бы мы Провести Но в 24 Становится Ну как более-менее Очертания Приобретает То есть мы К 24 году Можем подготовиться Хотя бы С всероссийскими Соревнованиями Такого масштаба Это комплексное Соревнование То есть Несколько видов Спорта Комплекс состоит Из нескольких Как олимпийские Игры Комплексные Игры Вот Это Там и водная Арена И Площадки в зале И открытые Арены И Благо гостиничное Хозяйство у нас Готово Вот это главный Плюс Например В Казани Не было столько Построено На тот момент На тот момент Гостиница Это было едва ли Не привлечение Частных инвесторов До строительства У нас это Сейчас добра Вы видите Высотки Классного уровня Может быть Даже хостелов Или что-то подобное Меньше сейчас Да Нам предстоит В этом случае Разработать Действительно Наши Такие Ну нам кажущиеся Жемчужины То есть Какие-то Исторические Спортивные Маршруты То есть Вот эти Памятники Оживить Инфраструктуру Туристическую Было бы Оживить Даже для русских Есть что Показать Да Вообще-то Есть Надо Самоварчик Очистить Чуть-чуть Чуть Чуть Заблестел Я пытаюсь Задать Эту повестку Дня И Руководству И депутатам Блотирующимся В Государственную Думу И своим Коллегам Депутатам Ну естественно Коллегам Своим Которые здесь В нашем Институте С тем Чтобы мы Позитивно На это Реагировали Мы идем Пытаемся Агитируем И вот Мы с вами Сейчас Разговариваем Это тоже Часть Того Крупица Того Вклада Который Был бы Уместен Каждому Граждану Сделать Чтобы Власть Обратив Внимание На Действительно Эту идею И нуждаясь В поддержке Населения Решилась Давайте Это сделаем Сконцентрируем Усилия И от Каждого Собственного Человека Это зависит Я в этом Уверен